Зеленый патруль снова вышел на улицы Заречного. На этот раз школьники объясняли горожанам, как вести себя при встрече с Лосем. Осенью с Ахатой все чаще стали выходить к людям. Лосей встречали в нескольких районах Заречного. Мониторинг проводится периодически. Лоси во всех точках нашего города, в основном на Спортивной, по Ленина улице, 221 школа. Поэтому, в принципе, нужно охватывать весь город, чтобы напомнить каждому человеку, что нужно правильно себя вести при встрече с дикими животными. Ученики 225 школы работали в одном из самых людных мест города. Раздавали прохожим листовки и рассказывали, что нужно делать при встрече с лесным великаном. Надо спокойно отойти. Если лось идет на тебя, то надо спрятаться за дерево, не приставать к ним. Не шуметь, наверное. В общем, не привлекать внимания животного, не пытаться его сфотографировать, погладить или покормить с руки. Дети эти правила давно усвоили и четко им следуют. Они около школы стояли, я вот мимо них проходила. Ну и как ты вот себя ведешь, когда видишь лося? Ну я испугался, я их обошел, чтобы они не напали. Ребята уверены, в том, что лоси выходят в город, нет ничего страшного. Все, что нужно, научиться мирно соседствовать. Я хочу сказать, чтобы люди и лоси вместе существовали в одном городе, чтобы они встречались иногда. Главное – усвоить простые правила поведения при встрече с коренными обитателями Заречного. А уж в этом «Зеленый патруль» готов помочь каждому. Дети еще не раз выйдут на улицы города. Ксения Тризна, Владимир Полищук, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова